В мечтах много раз строит солдат сладкие мгновения возвращения домой. Каждый по-разному видит его. А я вот предпочел бы вернуться вечером. Постучусь в родную дверь. Кто там? Это с фронта солдат. Наконец, наконец вернулся домой. Нет, не так. А как? Нет слов выразить радость возвращения. Нет. Отсюда в 1942 году Тимофей Сметанин вместе с призывниками сел Тая, Чагда, Кабяй ушел на войну. Стоя на этом взгорке, он читал пламенные стихи. На тот большой митинг пришли люди с ближайших наслегов. Кто пешком, кто на лошадях, добирались до местности Сага. А оттуда плыли на лодках до Кокуи. Там остались переночевать. Устроили прощальный вечер, митинг. Молодежь в Кубедике затеяла спортивные игры, хоровото с ухой. Об этом потом еще долго рассказывали. И потом на весельных лодках добрались до Тастумуса. Там их ждал пароход, идущий до города. Народу много собралось. Школа Гаврила Егорова только начала тогда работать. Мне было лет пять, но я еще не ходила, и меня кто-то взял на руки. Он был в белой вышитой рубашке. Такой я никогда не видела и не отрывала от нее глаз. Что было дальше, не помню. Так в 1942 году братья Семен и Тимофей ушли на войну. В 1943 году в октябрьские праздники почта доставила Сметанину и его книгу рассказов для детей Михаличан Бульчут. Охотник Михаличан. Он в это время был на дежурстве. От долгой дороги бумага, в которой была обернута книга, вся истрепалась. Тут с расспросами подошел командир отделения взвода цветков, и все, обступив нас плотным кольцом, стали спрашивать, правда ли, что Сметанин в самом деле писатель. Просили перевести, о чем написано. Я перевел немного из рассказов. Все были очень удивлены, что их сослуживец оказался настоящим писателем. Его долго не было. И когда он пришел, заставили плясать, прежде чем вручили посылку. Сметанин только немного поскакал на одной ноге, повторяя движение из якутского танца. Его забросали вопросами, а потом Гуриянов, самый молчаливый из солдат, попросил, не забудь что-нибудь и про нас черкануть. И все дружно подхватили его пожелания. Заслуженный учитель РСФСР Иван Николаевич Рожин, который тоже по ранению, они возвращались с фронта. И на пароходе познакомились. Ну и ему будущий поэт. Тогда уже он до войны еще мало что, ну десяток стихов может, да, печатал, говорил ему, я буду поэтом, я буду писателем. Что за праздник на душе? В небе что сияет? Что так мир похорошел? Кто ответ знает? Пыль цветочную вдыхаю, радость эту тоже знаю, жар весны вокруг. Зелень шорохом богата, нет пути уже обратно, все теперь к добру. Тимофей вернулся в 1944 году по ранению с двумя боевыми медалями за отвагу и за боевые заслуги. Война заканчивалась, победа была не за горами. Мы, школьники, встречали фронтовиков с восторгом и радостью. Вон за теми широкими степями, высокими горами течет Лена-река. О, как прекрасно будут мгновения возвращения домой! Какой жар будет пылать в груди встречающих солдата! Как горячи будут губы долгожданного поцелуя! Только трудно представить. Неужто вновь предстанет пред тобой Лена-радная? А как она, матушка, истосковавшаяся после долгой разлуки, с нежностью обнимет тебя, будет укачивать тебя на теплой, мягкой груди? Представь, как доберешься до родного дома? Откроешь дверь? Что же скажешь в первый миг встречи? Он вернулся с войны в село Кабяй. В те годы это центр района. Все родственники жили в Кабяе. Помню его худощавым, юморным. Кто идет? Это командир. Командир идет. Это означает, идем в бой. Думали, сегодня передышка, не вышла. Снова бой. Нас ждет поле брани. Это солдатская доля. Ничего не поделаешь. Надо. Победы без сражения не бывает. Ну, якуты, в ружье. Даст Бог, может, встретимся еще где. Допишем наш рассказ. Пусть хранит нас память о самом дорогом, о матушке реке. Возбросился с тяжелыми ранениями, с медалями за боевые заслуги, за отвагу. Это самые высшие награды рядового состава. Я прежде думал, здесь любви не место. Войны приказы думать о другом. Там, в мирной жизни, чувство неизвестности, и тишина, и мысли про любви. Мне прежде, по-мальчишески, казалось, вокруг герои, подвиги, но кровь и копоть, смерть друзей простая изгнали душу. Все во мне лишь плоть. Отец Тимофей Игоревич Сметанин, он с войны вернулся в 1944 году. У него было большое ранение. В этом же году он поступил в федерический институт. В студенчестве он ходил к друзьям, к писателям. Моя мама в это время снимала комнатку с подругой своей у Наговицыной. И там же снимал комнату писатель Заблоцкий Николай. Раньше же были печное топление. Сами заготавливали дрова. И вот она с сестрой Марфой выгружали. Из дома вышли Николай Заблоцкий с одним парнем. У него была заячья шапка такая огромная, заячья шапка. Они сказали «О, саллай бэдберге гэлях, кэм кайаларай дин». Девушки прозывали «Заячья шапка дин». И таким образом они познакомились. В городе послевоенные годы, это такие трудные годы, на топку дрова очень трудно было достать. И с района Хатистыра они привезли эти дрова и раскладывали. В это время молодой парень направился в их дом очень большой, махнатой заячьей шапке. Смешно стало даже этим подругам такая большая шапка. не по виду, значит, Тимопе Егоровичу и зашел в их дом. «Но зрение во мне не умирало. Тебя увидев, понял я, что жив, что сердце не от страха замирало, а в ожидании глаз твоих больших. А в них сияли молодость и счастье. Всем фронтовым невзгодам вопреки они смеялись и меня прощали. Жизнь нежно вкупе ее подольше не покину. Войной распятая красивости чудную, огонь души испытывая меня, я стал другим. Здесь было все впервые. не из крови жизнь вышла из огня». Она была высокая, роста, тонкая, симпатичная. Видимо, Тимофей Егорович влюбился с первого взгляда. Матрена очень хорошо пела песни. Она по этому таланту устроилась в театре. Первый раз заметили. ее даже артисты театра, когда они первый раз устроили в День Победы в Иссехе, в Качакадсе, в Красном Ручье. И вот ее там заметили. Там ей было 16 лет, да? Заметили и пригласили поступить на работу для хора Якутского театра. Она такая высокая, видная. женщина. Красивая, конечно. Война, она хоть и воспитывает характер, и волю, и нравственность, и моральные какие-то свои критерии вырабатывает в человеке, особенно в писателе, это в творческом человеке. Но она и очень многих подавляет. В творчестве особенно это заметно, когда у человека появляется и грустинка, и чувство горечи. Это не так просто победить. Все-таки душа, она поет так, как она может петь. Сметанин в этом смысле уникален. Вернувшись с войны, раненый, прошедший тяжелейшие бои, он как будто юноша, только-только вошедший в мир, с любовью, весь открытый природе и всему происходящему вокруг, лучшему всему. Украина. Сон голубоглазый прикормул до солнца у плення. Но не спит девчина златовласка, до зари мечтает у окна. Волосы золотые расплескавшие, что не спишь, Анюта, ждешь кого? Никому она про то не скажет, не спугнуть бы счастья своего. Победив войну, я шел домой, той же Украины стороной. Раненый, контуженный, живой, стал солдат, уставший на постой. В хату входит девушка стройна, счастлив чья невеста или жена. По войне знакома мне она. Ох, войны дороженька длинна, нас неволю злою увезли. Я Анюта, вы меня спасли. Девице румянится щека, не забыть такого никогда. Прилетела, села на окно чайка, незнакомая давно, чистит бело-сизое крыло, что Анюту к родине вело. Если я таких девчат спасал из немецкой вражей стороны, и от слез берег я их глаза, и румянец щек их от вины, проживу еще хоть целый век, самый я счастливый человек. Человек очень такого жизнеутверждающего, бодрого, у человека, которого в принципе как бы смерти нет, даже на войне, там все живут, все живы, и я же даже не знал о биографии сметани, но только потом уже прочитал, что он прожил на Белом Свете всего 27 лет, в 44-м пришел израненный с войны, а в 47-м уже его не стало, ему в 47-м году вернее, ему было всего 27 лет. Украины ягодка красна, жаль, она пока не для меня, словно бы во сне была весна, проводи, Анюта, до плетня, ждет меня якутская земля, а на ней родных два старика, одиноких доля тяжела, слышу, как зовут издалека, ты прости, коль я обидел чем, и печально сердце не храни, чайка тихо сядет на плече, подтвердит, тебе я не жених, красноклювы чаечки летят, проводи меня не без дитя, в дом свой возвращается якут, сына там давно с победой ждут. У него война, удивительно, она вот напомнила, мне там браво, солдата Швейка, там Максим Перепелица, помню, был когда-то такой фильм, в бой одни идут старики, вот с этим фильмом тоже перекличка какая-то такая есть, когда вдруг война, она и трагедия, она и страшное явление, но она такая же жизнь, она такая же жизнь, где люди живут, шутят, где-то там влюбляются, с ними происходят какие-то забавные вещи, и они всегда себя тешат юмором, и у него, и в то же время такой солдат Черин, такой из Икутии приезжает охотник, который там утку сбивает на ходу, и там громит этих фриц, так легко, запросто, но этому всему веришь, видишь, конечно, такое преувеличение, скажем, такое юмористическое немножко начало, но тем не менее, ну здорово же, ну и так вот, когда сразу он там едет на машине, еще когда обучение проходит, едет на машине, и, ну там старик едет где-то с ружьем, а тут утка летит, а у него уже охотничая бабах в эту утку, ну сначала как-то, ну вроде бы он солдат, должен разрешению старшего спросить, но утку тут же сшиб, ну и очень все это забавно, это очень же такой автор, вот который может быть сегодня как раз и нужен в нашем, не сказать, порой унылом обществе, склонным какой-то рефлексии. У нас, где я родился, зимой ветер очень сильный, и у нас были такие субробы, двухметровой высотой, мы там делали блиндази, трансфей, и всегда играли по его, мотивам его рассказа про Егора Чарина, и не раз дрались, никто не хотел быть. немцем, а потом, где мы кратически по очереди вставали, кто немцем, кто красным. Вот, и за это мы, пацаны, друг с другом дрались, рукавицами, с овачьим рукавицами, вот, и кто плакал, кто гордо, вторым стал красномерцем, а потом, конечно, помирились, и стали по очереди, кто стал немцем, кто красномерцем, кто героем, повести, тюрпе, сметанин. На поле битвы, на чужой земле, солдат якут лежал у морозной сизой мгле. Из ран кровь текла горячим, липким клеем, со льдом навек срастить бойца хотел. Тела друзей повсюду застывали, солдата силы понемногу покидали. Вот поднял голову с трудом якут-солдат, и видит он колючий мертвый взгляд и чью-то тень, ползущую к нему. Смерть пришла за молодым. Хе-хе-хе-хе, солдат, и твой черед пришел, старуха прохрепела. Ты что-то мерзкое пророчить смеешь мне. Я должен юным умереть в чужой стране, но я не жил еще. Сметанин создал свой образ солдата, потому что он никогда не уходит к обобщенному фигуре, у него всегда герой якут. И абсолютно другой, другая ситуация во время встречи якута со смертью. Не такая, как у русского. Русская поэзия Великой Отечественной войны, войне, она более чем наполовину лирична. Мы народ вообще лиричный, и якутский народ тоже, хотя вы более эпический, так сказать, чаще переходите в эпику. Кривого рта оскал, шипя беззуба, злобно прошептал. Пожил уже! Моложе и тебя за мною шли, шинели теребя. Никто мне не перечил. Что же ты? Пойдем, оставь о будущем мечты, отдай дыхание мне, солдат, свое. Тебе же лучше. Но схватил якут ружье, отпор я дам, нашла непростака. Коснулась смерть дыханием ледяным даран. Ты льдом дыхание своего меня не мучай. Мороз якутский с детства лучший друг. Тогда дыхнула смерть пожаром жгучим. Твой жар меня лишь веселит косая. Так знаю, в Якутии у нас жара такая, что холодней в оленей шкуре у огня. Смерть не отходит, давит боли души, жизнь молодую силясь одолит. Солдат крепится, злобой слезы сушит, врагу не сдался, где тебе уж смерть? бороться нет времени с тобою. Я поняла, растит земля твоя бойцов, упорство с силою большою и стойкость духа в праотцов. Прощай, борись, живи, влюбляйся, детей расти и строй свой дом. Но от меня не отрекайся, я подожду, мы встретимся потом. Собрав остаток сил, воспрял якут, ступай к врагу, а про меня забудь, я жизнь люблю и к ней держать мне путь, не усмирить бойца тенетом смертных путь. Мама очень хорошо рассказывала День Победы, как произошло, когда они утром спали, забежал отец, такой весь возбужденный, победа, победа, вставайте, что спите, на улице столько народу, все обнимаются, кто плачет, кто смеется, и вот так вот они встретили победу. Отец сказал, что вот сейчас я пойду и напишу репортаж, через несколько времени уже по радио выступал. Сколько лет минуло, сколько вот лен внесла в страну иную. Лучше проводили мы народ самых смелых, сильных, дерзких, юных. Тысячу преград преодолев, праздник удалось нам повстречаться. Тысячу преград преодолев, удалось опять нам повидаться. День победы на родной земле мама, папа, брат, сестренки, здравствуйте. А теперь за то, что живы мы, с Девинем салютуя в раз бокалу. Жизнь мы познали вечный смысл, а для счастья этого немало. Когда отовенчали в 1945 году Исэк Паведы, мы попросили его рисовать портрет великого вождя Сталина. Тот красный сухотер на белом полотне разрисовал на весь рост Иосифа Виссарионовича Сталина, генералиссиумуса. И рядом стоит председатель холхоза Каприанов Данил Васильевич, кавалер ордена Ленина, депутат Берховного Совета СССР, с Чароном перед Сталиным. Сквозь сражений огненный поток дружба нас вела тропой верной. Вброд судьбины горькой поперек мы плечом к плечу ушли от смерти. право быть живым среди живых высшая награда на земле. Радуйтесь, вернулись мы с войны, лейте же в чорон, кумыс полней. В 45-м году они поженились. В 46-м году в Якутске родилась я. 1 апреля друг Сафрон Данилов сказал, давайте назовем Танюшей, Танечкой, Таней. Ну и они называли меня Таней. В 46-м году мы переезжаем в Покровск, потому что отцу стало плохо, ранение у него открылось. Арендовали дом прямо на берегу реки Елены. Очень хорошо там проживали, к ним эти писатели в гости приходили. Высокого слова и слога звездный нектар бы испить, над морем бы жизни высока, над синюю вот ее вознестись. Крылами легкими взмахивая, жаворонком звонким взмывая, песни радости бы запеть. ветер вольный бы воспеть. От моря к морю летающих, отбьющихся волн ревущих, страстью слова наполняясь, в музыке сердца превращаясь, ступить бы мне на Платона путь. В тридцатых годах литературу вступало целое поколение молодых писателей. Это Семен Данилов, Сафрон Данилов, Леонид Попов, Тимофей Сметанин. Конечно же, Оюнский был для них, для всех, кумиром. И вот Тимофею Сметанину удалось написать стихотворение о Оюнском. Вот, какое-то программное стихотворение. Это, оно было опубликовано в тридцать седьмом году. В тридцать восьмом году Оюнский был репрессирован. Семен Данилов был на два года старше Тимофея. А Сафрон Петрович был на три года младше его. Они собирались вместе в залогом, где жил Тимофей Сметанин. Они собирались часто и говорили, конечно же, о литературе. Он все время очень торопился, очень торопился. Он как писал? Он писал, говорит, ему никакие неудобства не мешали. Раз кушает, и сразу вот стакан туда сидит и начинает писать. Или с работы он при поднятом настроении приходит дома, он все время рвышал, песни пел, 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 какие-то песни пел. Но любимой песней был «Бьется в тесной печурке огонь». Сметанин попадает во время войны в русскоязычную среду. Он видит все. Он удивительно хваткий. Может быть, это взгляд охотника, который видит все в лесу. Он, попадая в среду культуры, уже многовековой устоявшейся во время Великой Отечественной войны, это был какой-то всплеск поэтического творчества, прозаического творчества. Почти в каждой части служили в газетах большие писатели. и Твардовский, и Симонов. И это общение с культурой напрямую, прям вот как бы он здесь, сидя в своем лусе, смог увидеть то, что творится за Уралом, только в командировке. А тут он прожил эти годы плечом к плечу в этой культуре. И мне кажется, он научился говорить, говорить на якутском языке, но по-русски. У меня связь такая с ним или как ли. Когда он поступил в пединститут, вот на летние каникулы они собрались с друзьями, пятерых было в Кабяе. До Сангара на трамвае все билеты закончились. Решили плыть на лодке. Купили лодку. Когда они собирались плыть, у них всего была буханка хлеба. И мой отец сказал, будем проплывать и остановимся на Графском берегу. Там есть магазин, и мы затаримся, отдохнем и дальше поплывем. И вот они плыли, все-таки по течению уже, быстро все-таки наверное плыли. Уже темно, и они где-то остановились, но это был Неграфский берег. А вроде как писали Мадуцы, там их как раз был какой-то старичок, который сено косил, как раз он уху варил, их накормил, напоил чаем, и еще дал им и меду, и они дальше поплыли. И вот этот Графский берег, у меня такой мечты, я же даже и плохо знала этот Графский берег тогда, и вот очутилась на Графском берегу. Одна мать говорит, вы что читаете? Я говорю, Егор Чарина, Демопей Сметанин. А, я знаю его, я его видел, говорит. Как так ты видел? Это же родня твоих сестер, он зять для нас. Вот, я никогда не думал, что буду зятем Сметанина. Ну, в университете я объединился, окажется, эта девушка по фамилии Сметанина. Мой родной отец Сметанин Семен Егорович, это старший брат Тимофея Егоровича. Мама рассказывала, что они в молодые возрасты, поженившиеся по договоренности родителей, им в первое время соединиться между собой как семья было очень трудно. И чуть чуть было они не разошлись. И вот мама рассказывала, как им сохранил их молодую жизнь, это Тима. А дело было так, по договоренности родителей они вступили в жизнь и хотели спать вместе, но мама не разрешала. И вот отец после нескольких попыток рассердился и ушел из дома на целый месяц. мама ждала ждала и потеряв все надежды на возвращение мужа решила поехать домой. Собрала свои вещи, но Тима обнял ее за талию и очень нежно попросил ее остаться. Сказал, чтобы мама не ушла никуда, этот дурак вернется. И таким образом он уговорил остаться. Вообще не знала чья я дочь и почему я Сметанина, почему у меня такая интересная фамилия, совсем одна. Правда я у мамы не спрашивала никогда, но она тогда и не рассказывала нам, мы ее редко видели. Когда я в детстве она никогда нам не рассказывала. В техникум поступила, меня нашел брат, Петр Егорович. Он один раз меня сводил в спектакль. Не отца моего, а красный шаман. Мне очень интересно показался этот спектакль. Мы к нему домой поехали, чай пили и вот он мне тогда и рассказал. Когда училась на первом курсе, почему-то мне захотелось поехать в Кабяе. Я полетела на зимние каникулы и нашла этих своих родственников и все каникулы там пробыла. Там как раз улица имени Сметанина, по этой улице все живут родственники. Прямо из дома в дом меня водили, знакомили со всеми родственниками и вот так все каникулы. И вот тогда я это поняла. Я рос в такой семье, где очень близко знали Тимофея Сметанина. Мой отец его близко знал. И все как бы единомышленники собирались в нашем доме, его друзья оказывается, те, с которыми вместе они учились. И те, которые потом стали, один из них стал директором сортфоза, а дядя мой стал поэтом. правда, до этого он пережил ужасы, репрессии. Сокрушались по его раннему уходу. Это было общей ощущение трагедии. человек, совсем молодой человек, только что вернулся с войны, весь израненный. И прожив всего несколько лет, опять из-за вот этих воздействий тяжелых ран, он заболел и умер в 47-м году, за год до моего рождения. Все вспоминали о нем, его близкие, с горечью, с большим волнением. Вот это ощущение у меня осталось с детства. Поэтому я всегда был очень неравнодушен к этому имени. О, Лена, неразрывная спутница мыслей моих. Там на чужбине ты заговорила со мной на родном. Держись, солдат, ты должен вернуться домой. О, Лена, у тебя там есть берег высокий, весь пророщий корнями моими, а внизу волны набегают, волны твои золотогривые. О, Лена, и вот случилась удача, солдату счастье подвернулось. Раненый, но живой, вернулся я домой. Я увидел Лену наяву. О, Лена! Откуда это? Как может человек, прошедший войну, увидевший боль, смерть, сам неоднажды раненый, голодавший, как он может оставаться добрым и к себе, и к своим героям. Мы в нем нуждаемся, в этой чистоте, в этом умении видеть добро и надежду, в умении любить, даже в самых сложных ситуациях военных. Сметанин, как никто, может сегодня помочь современному читателю, современному нашему соотечественнику выжить. Очень талантливый автор, очень талантливый человек, совершенно с каким-то необыкновенным миром, я бы даже сказал, что миром может быть не очень привычным для якутской литературы, потому что литература все-таки очень и на у него все как-то предметно. Иногда думаешь, что если бы он не помер, если бы был жив, что бы он еще написал, ну, наверное, может быть, этого и никогда бы не написал, потому что все-таки я думаю, что это все написано при понимании угрозы близкой кончины, потому что это живизна, это влюбленность во все живое, в жизнь, в цветы, во все, что там, во чего он касается, я думаю, это еще обусловлено тем, что он знал, что веково недолг, и надо выложить то, что ему любо. Я очень рад тем, что имею какое-то отношение к новому витку осмысление вот этого выдающегося писателя. Он как бы заново вернулся к своему народу. ТОНГЛИЙСКИ ТОНГЛИЙСКИ